Соревнуются, чтобы спасать. Во Владимире собрались команды пожарно-спасательных подразделений МЧС области. Семь команд из разных районов соревнуются в ликвидации последствий ДТП. Как можно скорее участники должны с помощью специального оборудования достать из аварийной машины пострадавших и оказать им первую помощь. Действовать нужно слаженно. От умений и скорости спасателей в реальной ситуации зависят жизни людей. Сотрудники МЧС рассказывают, одинаковых аварий на дороге не бывает, поэтому нужно быть готовым ко всему и отрабатывать действия до мелочей во время тренировок. Каждая ситуация, она связана с определенными рисками как и для участников ликвидации последствий, так и для самих пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Не бывает совсем прям идентичных ситуаций. Каждая ситуация требует определенного внимания. Это обязательно знание психологии поведения пострадавшего. Это наличие или отсутствие ЛВЖ, необходимость его смыва, либо отсутствие необходимости отключения элементов питания автомобиля, наличие газобаллонного оборудования в автомобиле, то есть очень много нюансов. ЛВЖ – это легко воспламеняющиеся жидкости. Они могут вызвать возгорание в автомобиле. Это тоже учитывают спасатели. По сути, эту машину на соревнованиях приходится разбирать как конструктор, чтобы добраться до людей. Используют при этом специальное гидравлическое оборудование. Судьи на соревнованиях внимательно следят за действиями участников. Аварии на наших дорогах не редкость. Только в прошлом году по статистике пожарным спасателям вместе с другими службами приходилось выезжать на ДТП более 1300 раз. По словам участников соревнований, в свободное время на тренировках они постоянно отрабатывают разные ситуации. Это все зависит от деформации автомобиля, от вида ДТП. Автомобиль в этой кувете, на дороге, автомобиль в автомобиле, все рядом. Тренируемся каждый день, стараемся усовершенствовать свои навыки, придумать что-то новое, что-то как-то сделать быстрее. Смотрим в интернете много роликов, кто как тренируется, чтобы наглядно и руками отрабатываем. По итогам соревнований выберут одну команду победителя. Она отправится на соревнования по Центральному федеральному округу. Они пройдут в апреле. Маргарита Махрова и Гордия Кевич, 6 канал.